Всем салют, вы находитесь на канале Браун Муви. Хочу выразить слова благодарности всем, кто проявляет активность. Спасибо, что подписываетесь, комментируете и ставите лайки. Это очень мотивирует на создание нового ролика. Практически под каждым видео вы пишете про фильм «Клик» с пультом по жизни. И я уверен процентов на 90, что у меня сгорит очко. Но на что только не пойдешь ради классных чуваков в комментариях. По мнению многих людей, «Клик» — это один из лучших фильмов Адама Сэндлера. Кстати, с этим фильмом я познакомился на DVD-диске. И это был сборник из 8 фильмов. И качество, соответственно, было полной говной. Насчет сюжета я практически ничего не помню. Единственное, что у меня осталось в памяти, это то, что чел, которого играет Адам Сэндлер, раздобыл где-то пульт и перематывал на нем свое прожитое время. Хочу сказать всем, кто собрался кушать, желаю вам приятного аппетита. Давайте же вместе освежим память и посмотрим фильм «Клик» с пультом по жизни. Фильм начинается сразу после заставок «Коламбия», «Революшн Студио» и «Хэппи Мэдисон Продакшн». Немного расскажу про студию «Хэппи Мэдисон». «Хэппи Мэдисон» основал сам Адам Сэндлер. И, кстати, на лого изображен с клюшкой для гольфа отец Адама – Стэн Сэндлер. А название было взято из первых фильмов Сэндлера – «Хэппи Гилмор» и «Билли Мэдисон». В оригинале фильм называется «Клик», а в нашей локализации добавили еще, видимо, слоган фильма «С пультом по жизни». Скорее всего, это было сделано, чтобы избежать проблем с авторскими правами. Мерзко играющие дети тайком пытаются украсть продакт-плейсмент фильма «Кексы Твинки», но их пугает спящий отец, которого играет Адам Сэндлер. Почему я сказал мерзко играющие? Да вы только посмотрите, как они играют, и озвучка у них настолько же убогая. Можно нам посмотреть сказки драконов? Да, конечно, конечно. Которая из них от телевизора? Что я не понял? Адам Сэндлер играет настолько тупого человека, что даже не знает, от чего все эти пульты. В старые добрые времена этот ящик можно было включить, нажав на кнопку. У Адойлов есть универсальный пульт дистанционного управления. Один пульт на все, что хочешь. Это очень облегчает жизнь таким старикашкам вроде тебя. То есть фильм хочет сказать, что Сэндлер настолько старый, что даже не знает, как пользоваться пультом от телевизора. Сэндлер собирается на работу, и дети ему напоминают про недостроенный домик на дереве. И он обещает когда-нибудь его достроить. Эй, гляди, как Сэндлер дерется с уткой. О, нет, он не дерется. Он делает то, о чем вы узнаете лет через 10-30. Ты через 10, а ты через 30. Кстати, рейтинг у фильма 12+. И это значит, что 13-летние дети уже задают взрослые вопросы. Откуда берутся дети? Из пизды! Понимаешь, когда мальчик любит девочку, он берет ее за руку и... Короче, вот. Примерно так. В итоге Сэндлер уже собрался ехать на работу, как вдруг к нему подкатил местный соседский спиногрыз, чтобы похвастаться магнитолой своего бати. И в этот момент была похерена шутка нашими локализаторами. Скорее всего, должна была быть игра слов. Но локализаторы, как всегда, жиденько обосрались. У моего папы стоит магнитола Боус. Стоит? Значит, она отстой. Вот беда. Нет, я сказал... Я сказал совсем другое! Ваша магнитола отстой! У-у-у! Сэндлер добирается до своей работы и опаздывает на час. И как раз уже вовсю идет презентация проекта ресторана дорогим забугорным гостям. Не ознакомите ли вы его высочество с нашей концепцией? С удовольствием. Принц Хабуби. Хабибу. Хабибу. А, я так и сказал. Мистер Эммер объяснил мне, какой вы человек. Вы провидец, отличающийся оригинальностью взгляда. И я решил вместо рутины своеобразие и элегантность. Итак, перед вами ваш ресторан. А где бар? Бар. Так, вот бар. Ну, а водопад... Далейте бар длинней. Хорошо. Мы можем сделать атриум чуть меньше. Не надо атриума. Просто длинный бар для принца Хабибу. Эм, вот как. Еще чесать? Давай. Кстати, тем, кто не в курсе, принца Хабибу играет Роб Шнайдер. Наверное, ради смеха Сэндлер умудряется надерзить дорогим забугорным гостям, чтобы напомнить, что мы смотрим комедию. То есть вы хотите проект арабского борделя? Ресторан принца Хабибу, бикини-хат, сравнивайте вы с борделем. Я не хотел вас оскорбить, принц Хобида-Хобида. Хуба-буба. Хабибу! Хуба-буба, это жвачка! Принц Хабибу, это не жвачка! Босс, которого играет Дэвид Хасельхоф, делает Сэндлеру предложение, от которого нельзя отказаться. И речь идет о строительстве отеля «Люкс» и непосредственного участия в нем Сэндлера. И если Сэндлер откажется, то упустит неплохой шанс подняться по карьерной лестнице. Сэндлер опаздывает на соревнования сына по плаванию. Сынок, молодец! Я не ваш сын. Откуда ты знаешь? Что? Я пошутил. Он и вправду мой папа. Мне интересно, дети-актеры, которые снимались в фильме, понимали хоть что происходит? И каким же стилем он плыл? Он плыл стилем «Заткнись!» Эй, главное, папа видел, как ты финишировал? Он не видел, как я финишировал. Он в это время общался с Пин Ву. Мальчишка тонул. Не бросать же его! В моем бассейне не тонут. Привет, Билл Херлифи, тренер Бена. А вы отец? Майкл Плавки. Майкл Ньюман, простите. Ты явно сделал шаг вперед, а? Только помни, правая рука, голову налево, левая рука... Голову вправо. Я знаю, только под конец позабыл. Но это не страшно. Ты это освоишь при твоих-то данных, и все будут считать себя дельфином. Правда? Да. Дробно. Даже будучи на отдыхе с семьей, Сэндлер не расстается с телефоном. И как назло, какие-то говнари взрывают рядом петарды. Дедушка показывает детям фокус с монетой, который мы еще увидим в фильме не раз. Со взрывом очередной петарды Сэндлер срывается. Попокойнее! Да, давай, беги! Я твоего папашу в школе лупил! А сейчас тебя куплю! Ненавижу этого дядьку. Вечером после мероприятий, жена Сэндлера говорит ему, что скоро им нужно будет ехать на природу с детьми. И тут он вспоминает про то, что ему нужно сделать проект за выходные, чтобы его не отдали другому. Начинается ссора, и на удивление логичные слова Сэндлера, которых я не ожидал. Дона, я не пью, не шляюсь по бабам, не играю в карты, я вкалываю как проклятый, чтобы обеспечить детям жизнь, о которой я не мечтал раньше. И для этого я должен посмотреть этот вонючий фильм. То есть он думал, что это пульт от телевизора. Как он вообще живет? Будучи настолько тупым, это чудо, что он не задыхается при разговоре. Сэндлер приезжает в магазин «Все для дома». Зачем нужна была эта сцена? И таких сцен полно в фильме. Вы не поверите, прошло только 15 минут, а температура моего кольца уже поднимается. Сэндлер замечает дверь, на которой написано «Для вашей жизни». На самом деле там написано немного другое. Beyond переводится как «за», «сверх», «после» и так далее. Не знаю, как пришло в голову переводчикам перевести как «Для вашей жизни». В итоге за этой дверью Сэндлер встречает талантливого актера Кристофера Уокена, который играет в Морти. Блядь! Блядь! Пиздец, я так больше не могу! Это и правда был полный пиздец. Мы чуть не погибли. То есть ты согласен? Ещё бы, блядь, это ж было безумие. Чистая удача. Я вообще не контролировал эту ситуацию. Посмотри на это, Морти. Посмотри на мои ёбаные руки. Что за пиздец? Почему ты продолжаешь делать это с нами? Не знаю, Морти, может я ненавижу себя? Может я считаю, что заслуживаю смерти? Я не знаю. Нам нужен отпуск. Сэндлер интересуется у Морти насчёт универсального пульта, который сделает его жизнь проще. И Морти с радостью ему дарит волшебный пульт. Ух ты, а упаковка, к нему есть инструкции? Они не нужны. Вы наводите, щёлк, и он сам запрограммируется. А сколько же он стоит? Я, знаете ли, не Рокфеллер младший. Вам везёт. На нём ещё нету штрих-кода, так что придётся отдать его вам бесплатно. Жаль, что в жизни это так не работает. Сэндлер приезжает домой, выпивает микстуру от кашля и заедает продакт-плейсментом. Садится перед телеком и тестирует пульт, который ему подогнал Морти. И даже не замечает, как поставил на паузу свою жену. Уже поздней ночью он продолжает работать. Но ему мешает собакен, так как он сильно лает. И Сэндлеру приходит в голову мысль сделать собакена потише. Громкость. Скажите мне честно, вы часто тыкаете в своих домашних животных пультом от телевизора? Я, например, часто. Здоровяк. Здоровяк ты заебал. Вставайте, на работу пора. Наверное, большое количество микстуры от кашля в сочетании с батончиками. Это наркотик. Сэндлер вывел собакена погулять и заодно потестить свою новую игрушку в деле. На утро жена Сэндлера, которую играет, кстати, Кейт Бекинсейл. Вы наверняка ее помните по фильмам «Другой мир». Ведут диалог с подругой, которую играет Дженнифер Одри Кулич. Но это та, что мама Стивлера. Насчет славянских скул. Ох, моя мама. Ну, как обычно твердит. О, с такой операцией ты слишком рискуешь. Если б Саманта решила обстругать себе скулы, я бы тоже боялась. Но они же у меня чересчур славянские. В разговор вклинивается Сэндлер. И провоцирует маму Стивлера на эмоции. И это неплохой повод для того, чтобы опробовать пульт в деле. Я еще в детстве получила глубокую зашенную травму. У меня был кролик по кличке Перчик. И он даже не уделял мне внимания. Временное отключение звука. Может... Ну что ты смотришь? Чем я плоха? Звук, язык. Картинка в картинке. О, как далеко улетел! На зрительские трибуны в правой части поля. Извини, что ты сказала? Сэндлер собрался ехать к Морти, чтобы узнать насчет пульта поподробнее. И в этот момент во дворе маленький соседский говнюк хвастается перед детьми Сэндлера новым игрушечным робопсом. Эй, па! Видишь робопса Кевина? Да он стоит больше вашей машины! Теперь уже нет! Мой робопес! Сэндлер пришел к Морти с уверенностью о том, что он попал в реалити-шоу. И его разыгрывают. Но Морти его переубеждает и знакомит с возможностями пульта. Оказывается, пульт способен на многое. Не только на перемотку времени. И так как мы смотрим фильм Адама Сэндлера, будет немного шуток про член. История создания? Щелкните! Это что, порнуха, что ли? Это мои родители? Они вас создают. Шлепни меня, пожалуйста! Очень стараются. Ничего не вижу. Пол такой мягкий и скользкий. А ногам приятно. Смотрите, это момент после вашего зачатия. Хорошо, хорошо, миссис Ньюман. Ищи, прикустись. Это девочка. Это девочка. Где у нас дочь? Одну минутку. Что? Это, возможно, мальчик. Что значит «возможно»? Как это? Возможно, это пенис. Почему «возможно»? Это пенис. Это мой пенис. Поднесите таблицу. Это крохотный шмекел. У вашей мамы на редкость острое зрение. Ведь я его не разглядел. Сэндлер перематывает дремя на свое юношество. И они вместе с Морти смотрят на фокус с монеткой в исполнении его отца. На работе босс Сэндлера еще раз напоминает насчет того проекта, который даст ему путевку в светлую жизнь. Какой-то кореш босса лег в наркологическую клинику. И ему не с кем идти на вечеринку. И Сэндлер рекомендует безотказный вариант. Маму Стифлера Сэндлер приехал домой. А там маленькие говнари играют в бейсбол. И это неплохой повод побаловаться пультом. Жена говорит Сэндлеру, что она пригласила родителей на ужин. Но Сэндлеру надо во что бы ни стало закончить проект. И он решил воспользоваться пультом. Пульт умеет перелистывать главы. Ну прям как на DVD дисках. И он перематывает время сразу на вечер. Мне интересно, вы еще не устали от шуток про шмекель? Но раз нет, значит мы продолжим. Майкл, хватит. У нас дети в гостях. Они не услышат. Давай. Сначала сделай мне массаж. Не волнуйся. Ты не против? Я не могу, а ты давай побалуйся. Отлично. Обожаю делать массаж. Да чего хорошо. В реальной жизни вряд ли кто-то стал перематывать этот фрагмент. Ну разве что по пьяни. Жена напоминает Сэндлеру, что завтра они должны ехать за подарками его отцу. Сэндлер звонит к Морти. Как вдруг Морти оказывается уже на пороге дома. Сэндлер интересуется у Морти насчет перемотки. А именно, что происходит с телом Сэндлера, когда он перематывает фрагмент. Морти говорит, что Сэндлер в этот момент переходит на автопилот. То есть сознание отключается и включается только тогда, когда Сэндлер нажал на плей. Морти замечает красоту и привлекательность жены Сэндлера. Я думаю, это неспроста. И они расходятся. Я заболеваю. Промотаю до выздоровления. Это что же, уже нет соплей? Я промотал простуду. Дорогой, горячей воды нет. Что? Я должен душ принять. Тогда ты себе попку застудишь. Ничего страшного. Сэндлер немного увлекся перемоткой. Позавтракав, он начал собираться на работу. Дети очередной раз напоминают ему о себе и предлагают ему помочь с работой. В пробке Сэндлер встретил камео Терри Крюса. Хуй мусорам, никогда не дам себя в обеду, без детства хулиган. Сэндлер перематывает пробку и добирается до работы. И на парковке юзает цветокорп пульта. На работе проходит, видимо, какая-то конференция на тему сексуальных домогательств. Внимание! Сегодня у нас семинар на тему сексуальные домогательства. Итак, жертвами сексуальных домогательств становятся многие. Зануда, интеллигент, женщина, мужчина, даже шлюха-секретарь. Да тут вагиной попахивает. Что, простите? Свежей вагиной повеяло, говорю. И еще есть гомосексуальные домогательства. Я слышал, у тебя большой член? Да, так и есть. А у меня тоже. Может, как-нибудь схлестнемся ими после работы? В ресторане Сэндлер и его босс ужинают с японскими заказчиками. И по тупости босс умудряется нахамить забугорным гостям азиатского разлива. А у Сэндлера появляется повод заюзать свой пульт. Английский. Эти балбесы такие нудные. Меня от скуки тянет отрубить мечом себе член. А проект отеля, яйцеголовый, насмотрелся плохих фильмов об архитектуре Азии. Кому нужен этот ручей в холле? Вместо номеров, в который приносит прибыль. Ешьте скорее, друзья. Чтобы уйти и отведать гамбургер в величайшем очаге американской культуры. Ты же правильный! Благодаря пульту у Сэндлера получается ублажить запросы гостей. На радости Сэндлер дарит своим детям новенькие велосипеды, а жене новую сумочку. И все это потому, что Сэндлера наконец-то повысили на работе. Жена говорит Сэндлеру, что по радио играла та самая песня, под которую они первый раз целовались. Пользуясь моментом, Сэндлер юзает пульт и припоминает жене все мелочи, которые происходили в тот вечер. На следующий день Сэндлер приезжает на работу в приподнятом настроении, но босс его осаживает. О, ты вчера показал высший класс. Эй, вы тоже молодец. Теперь ты должен лишь подготовить чертежи. Если в Ацухита в целом одобрить смету, ты станешь моим партнером. Я считал, что уже ваш партнер. Стоп, ковбой. Я сказал обеспечить нам этот заказ, а мы тебя повысим. Я не имел в виду сразу. Но я уже сказал жене, сэр. Я потратил деньги, которых у меня нет. На всю эту работу уйдет не один месяц. Так начни скорей. Ох, как жутко болит голова. Я будто под поезд попал. Я ничего не видел. О, я тебе не сказал. Я провел с твоей Джанин выходные. Надеюсь, сейчас она в койке с твоим братом. Ты тупица. Нет, нет, нет. Еще не все. Да. Так что, чем раньше ты возьмешься за работу, тем скорее ты партнер. Запах какашек. Правда? Блядь, я не могу поверить, что я до сих пор смотрю эту хуйню. На что только не пойдешь ради классных ребят из комментариев. Меня до сих пор не покидает мысль, что мне напердели прямо в глаза. Продолжим. Сэндлер приезжает к Морти, чтобы посоветоваться насчет того, чтобы перемотать пару месяцев. И Морти намекает, что лучше этого не делать. Приехав домой, он продолжил работать над проектом. И маленькие говнюки принесли ему свои экскизы. Сэндлер, разумеется, их забраковал и заодно посрался с женой. На нервах он вышел на улицу, чтобы покурить сигару. Славненько, да? Огромные кровати, душ с паром, спутниковое телевидение, шикарная кухня. Ты всегда задираешь меня. Когда-нибудь я тебе отомщу. Майкл Ньюман, я не знала, что вы курите сигары. Как раз вовремя. Нет, Кэти, сигара не моя, я ее у Кевина взял. Он тут дымил, как паровоз. Нет, неправда. От нее пахнет марихуаной. Кевину Дойл, сейчас же домой. Немедленно. Ненавижу. Ты оглох? Мама, я не курил. Делай, что тебе верно. Дурь для дураков, парень. А ну, иди домой. Придя домой, он все-таки решил заюзать пульт до повышения. Мотай вперед к моему повышению. Итак, за Майкла Ньюмана, прекрасного партнера, о каком можно только мечтать. Оказалось, что Сэндлер добился повышения только через год. А значит, весь год он был на автопилоте. Вжух, и он уже на кресле у семейного психолога. Жена немного устала от поведения Сэндлера, когда он был на автопилоте. Еще раз вжух, и время перемоталось на ужин. При том условии, что Сэндлер не пользовался пультом. И еще кучу всего произошло, пока Сэндлер весь год был на автопилоте. А где Сэнденс? Не поминай Сэнденса, дети опять заплачут. Из-за чего? Что произошло? Он умер. Нет. О, нет. Господи, как больно. О, боже. Нет, нет. О, боже. Нет, такой идиот мягкий, пушистый. О, боже. Как быстро утка забыла про Сангл. Странно, но меня это даже слегка заводит. Вжух, и пульт уже сам начал перематывать время. Сэндлер решил позвонить Морти, а Морти уже ждет его в доме. Морти говорит, что пульт будет перематывать те вещи, которые Сэндлер перематывал сам. Что, теперь перемотка всегда будет включаться на том же месте? Ну да. Прощай душ, прощайте пробки, прощайте ссоры, прощайте болезни. Сэндлер пытается всеми силами избавиться от пульта, но все бесполезно, потому что пульт все равно появляется у Сэндлера, даже в забавных местах. На утро Сэндлер решил не делать повседневных вещей, чтобы не включалась перемотка. То есть не пежиться с женой, не ссориться, не принимать душ и ехать на велосипеде на работу. Чтобы избежать пробок. Приехав на работу и пробравшись в свой офис, он обнаружил там босса, который намекнул ему о будущем повышении в компании на должности президента. И в итоге включилась перемотка. Вжух! И Сэндлер просыпается от звонка босса. Оказывается, прошло уже 10 лет, и Сэндлер немного набрал весе. В жировых складках он нашел пульт и сразу решил ехать в свой дом. В доме перед телеком Сэндлер обнаружил своего сына, который тоже слегка прибавил в весе. И где-то на улице жена сбивает метелкой сосульки с крыши. Оказывается, донна жена Сэндлера за 10 лет вышла замуж за того самого тренера сына по плаванию. Начинается кипиш, и Сэндлер успевает поставить на паузу, чтобы пульт сам не перемотал время вперед. Сэндлер зовет Морти, и Морти появляется. Морти говорит, что Сэндлер виноват сам в том, что перемотал так много времени. Сэндлер пытается все исправить, но его сбивает с ног собакен, и он ударяется головой. Вжух, и Сэндлер просыпается в больничной койке, и бывшая жена говорит, что уже прошло 6 лет с момента, когда он ударился головой. Сэндлер пришел на работу, и оказалось, что его мечты сбылись. В парадном холле его встретил сын, и он, кстати, похудел. В кабинете сын проясняет Сэндлеру некоторые моменты, которые он успел пропустить, будучи на автопилоте. Пап, присядь, я дам тебе водички. Вот, держи, попей, ладно? Ладно, давай попью. А вот, я попил, в чем дело? Дедушки нет, отец. Он умер год назад. Нет, нет, нет. Нет, нет. Где же я был? Что произошло? Ничего. Он просто состарился. Такова жизнь. Черт. Ладно, я пойду. Сэндлер немного взгрустнул, и тут появился Морти. Сэндлер решил посмотреть последнюю встречу со своим отцом. Привет, пап. Прости, что пристаю. Взгляни еще раз на мой проект торгового комплекса. Этот дешевле. Но? Посмотри на мой. Он куда лучше вписывается в общую картину. Он дороже. Я уже сказал, у меня очень много работы. Да, ты прав, отец. Дешевый лучше. Он не прав. Ты же поц. Посмотри же. Сюрприз. О, деда, привет. О, боже. Когда ты так похорошел? Так, Майкл, у меня отличная идея. Твоя мать сегодня вечером идет играть в карты. И я решил... О, вот подходящий случай, чтобы нам с тобой и с Беном устроить где-нибудь лихой мальчишку. Я не могу. Ну как не можешь? Заключим сделку. Если пойдешь, я покажу фокус с монеткой. Посмотри на него. Я открою тебе секрет. Нет, отец. Ты не хочешь узнать? Я знаю, как делать этот глупый фокус. И всегда знал. Ты не видишь, я работаю? Всегда знал? Ты ублюдок. Ладно. Извини, что помешал. Я люблю тебя, сын. До встречи, дед. Я люблю тебя. Отец. Пап. Пап. Морти говорит Сэндлеру, что он ангел смерти. И Сэндлер немного пугается и перематывает время на момент, когда все хорошо. Вжух. И Сэндлер оказывается на свадьбе сына. И начинается, наверное, самая сопливая часть фильма. Сэндлер говорит матери самые теплые слова, которые она не слышала с детства. Играет та самая песня, которая играла на первом поцелуе Сэндлера и бывшей жены. Сэндлер просит бывшую жену потанцевать. Как вдруг у него случается инфаркт. К Сэндлеру в больницу приходят его дети. Бен говорит, что Саманта провела возле кровати 36 часов. И ему нужно ехать в аэропорт, чтобы не сорвалась важная сделка. Несмотря на то, что у Бена должно быть свадебное путешествие. У Сэндлера начинается очередной приступ. И врач просит детей уйти. Но он решает их догнать, несмотря ни на что. Майкл, эти машины поддерживают жизнь. Я с сыном поговорю. Майкл, стоп. Нет. Майкл, конец еще можно отсрочить. Майкл, Майкл, конец еще можно отсрочить. На помощь! Нет! На помощь! На помощь! Семья, семья. Что? Семья, семья, прежде всего. Семья, прежде всего. Саманта, я не дожил до двухсот лет, но я люблю тебя. И я тебя. Мил, мил. Прости. Майкл, ваша записка в кармане. А наутро ты тоже будешь меня любить? Любовь навеки родной. Ну, пора уходить. Мама! Кто не заплакал, тот Филипп Киркоров. Напишите в комментариях, сколько нас тут таких сопливых баб, которые ревут из-за фильмов. Хатика не в счет. Сэндлер просыпается в магазине, в котором и получил от Морти тот самый пульт. На радости, что это был всего лишь сон, он едет к родителям. Ничего, все замечательно, ма. Я хотел сказать, что я вас люблю. И раскрой мне, как ты делаешь тот фокус, а то я с ума сойду. Фокус ведь не открывает своих тайн. Ма, спасибо, что родила меня, я знаю, что тебе было больно. Только, детка, не кури больше марихуану. Сэндлер будет всю семью и обещает детям достроить домик на дереве и завтра же ехать на природу отдыхать. А йобарю собакену приводит подружку. И оказалось, что это не сучка, а кобель. И они уже вместе начинают драть бедолагу утку. Вроде все здорово и замечательно, но тут Сэндлер на столе замечает тот самый пульт с запиской, в которой Морти дает Сэндлеру второй шанс. Конец. Не скажу, что фильм меня впечатлил, но концовка уж точно заслуживает внимания. Есть над чем подумать. Действительно, мы так часто упускаем в жизни те моменты, которыми стоит дорожить и для которых стоит жить. Все актеры в фильме отыграли на пять с плюсом. Операторы, постановщики, все красавчики. Но юмор это полный пиздец. Чтобы было еще смешнее, в конце зациклю самый смешной момент. Напомню, что вы на канале Браун Муви. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. У микрофона был тот самый пиздюк Смоки. Увидимся в новом видео. Бэмс. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok